Суровая пустыня Калахари Опаленные земли, на которых выживают лишь сильнейшие Но в этой враждебной пустыне обитают и одни из самых симпатичных существ в Южной Африке Они выживают благодаря своему уму и сплоченности Для этих удивительных животных семья – самое главное Герои дикой природы Знакомство с сурикатами Громадная обезвоженная территория покрывает 900 тысяч квадратных километров Южной Африки Древняя пустыня Калахари Старая, как сама Африка И совершенно сухая Летом температура здесь превышает 37 градусов по Цельсию А дожди тут редкость Но это не обычная пустыня На иссушенной почве тут и там растут травы и колючие растения, высасывающие влагу глубоко из-под земли Здесь есть и животные Например, эти общительные ткачи, которые строят общие гнезда из травы и веток Проживание в группах – верная стратегия Которой следуют также и сурикаты Эти животные – чрезвычайно выносливы Сурикаты принадлежат к семейству мангустовых Они достигают 30 сантиметров в длину и весят около килограмма Они – хищники и питаются разнообразной пищей Небольшими ящерицами, личинками, скорпионами и жуками Они делят территорию со столь же цепкими сусликами Два этих вида имеют много общего, включая стратегию выживания На поверхности они приглядывают друг за другом Но основу их безопасности составляют ходы под землей Под землей оба вида спасаются от стихий и голодных хищников Иногда они покидают безопасные норы, чтобы исследовать обширные территории Для общительных сурикатов и тех, кто их окружает Жизнь в пустыне полна испытаний на каждом шагу Засуха длится несколько месяцев Пустыня Калахари не знает жалости Выживание зависит не только от собственных и общих усилий Но и от редкого явления Наконец собираются тучи На рассвете повсюду видны озера Но эта вода скоро исчезнет в недрах сухого песка Самка суриката первой выходит осмотреть мир, увлажненный дождем Земля прохладная и влажная Это открывает много возможностей Вскоре за ней выходят и остальные После холодной ночи они греются на утреннем солнце Но даже наслаждаясь теплом Им нужно быть на чеку и следить за хищниками И сегодня у них есть причина сохранять повышенную бдительность Детеныши Этим пятерым малышам Три недели от роду До сего момента они жили исключительно в безопасной норе Это их первое знакомство с большим миром Для таких малышей мир полон опасностей И они держатся поближе к взрослым Через пару недель их отлучат от молока И им придется самим искать еду Но пока молоко матери их основной источник пищи Без него им не выжить У сурикатов матриархальное общество Доминантная самка дает жизнь 80% всех детенышей семьи На ней надет радиоошейник Позволяющий ученым отследить ее и всю стаю Доминантный самец также играет важную роль в семействе Но обладает меньшим влиянием, чем самка Хотя порою его оставляют следить за игривыми малышами Так формируются связи, которые пригодятся им в будущем На альфа-самке лежит большая ответственность Ей нужно приглядывать и за более старшими отпрысками Достигшими подросткового возраста А также руководить взрослыми особями Большинство из которых имеют родственные связи В столь сложной семейной иерархии около 20 сурикатов И все они помогают следить за малышами Как и человеческие дети, эти крохи нуждаются в заботе и внимании Приходится постоянно защищать их от хищников К счастью, у них всегда выставлен часовой Как и в любом доме, в жилище сурикатов полно дел Важно содержать в порядке вход, ведь в случае опасности Это их путь к отступлению За это отвечает вся семья, включая одного из подростков Но у некоторых буйных подростков на уме другое Схватка кажется жесткой, но на самом деле это игра Любимая забава небольших, но дерзких млекопитающих Причины такого поведения до конца не изучены Оно может влиять на положение в семье и на сплоченность группы А также помогать оттачивать ловкость и силу Появляется мама Но похоже схватка мало ее интересует Один из подростков совершает захват другого Но тут же сам оказывается внизу куча малы Какими бы ни были причины таких схваток Со стороны они смотрятся забавно Но игры в сторону Семья проголодалась Они не могут пропустить время охоты Малыши впервые присоединяются к поиску пищи Мать хорошо осознает грозящие им опасности Но ночные ливни означают изобилие еды На земле, где голод часто правит бал Они должны использовать любую возможность К счастью, она предприняла меры предосторожности Ее обширная территория Испещрена норами, в которых всегда могут скрыться члены семейства Если к ним подберется один из хищников Она также расставила часовых на высоких точках обзора Эту работу часто доверяют самцам низшего ранга Они серьезно относятся к своему делу Приходится От этого зависит безопасность семьи И сегодня они особенно внимательны Младшие детеныши очень уязвимы перед хищниками Из-за этого их мать сильно нервничает Опасность может прийти отовсюду И в любой момент Быть на поверхности в новинку для малышей Они зовут взрослых И пытаются не отстать Беспокойное время для семейства Они должны обучить детеныша искать еду При этом не позволив им самим стать чьим-то обедом К счастью, сегодня они легко отыскали перекус Ливень вынудил термитов покинуть гнездо Желая найти пару и создать новую колонию Термиты взмывают в небо Но улететь получается не у всех Часть термитов становится легким перекусом для сурикатов В термитах много белка И они являются отличным завтраком Хотя этот малыш не слишком желает есть их жесткие крылья Порой лучшее обучение – это наблюдать за своими родителями Один из важнейших навыков, которые должны усвоить детеныши – это умение рыть Благодаря этому умению сурикаты выживают в пустыне У взрослых особей длинные когти, что позволяет им быстро копать за секунды Отбрасывая кучи песка Этот навык детенышам еще предстоит оттачивать Малыши еще не скоро смогут самостоятельно искать пищу Даже умелым копальщикам порой непросто отыскать еду Он роет с удивительной скоростью Глубоко в песке скрывается что-то интересное Во время копания сурикаты прикрывают уши, чтобы в них не попал песок Полезное умение, когда ты по хвост в яме Но в конце концов сурикат решает, что добыча не стоит потраченных сил В пищевой цепочке сурикаты занимают ненадежное положение Они и хищники, и добыча В этом небе летают несколько видов хищных птиц Но самой устрашающей является самая крупная из них – боевой орел Размах его крыльев достигает двух с половиной метров Огромные когти и невероятное зрение делают орла худшим кошмаром сурикатов Но глаза сурикатов тоже устроены по-особенному Их обрамляет темная шерсть, снижающая отблеск И позволяющая им сканировать небо в поисках угрозы И даже смотреть прямо на солнце Часовой издает сигнал тревоги Детеныши спешат укрыться Благодаря наблюдательности и сплоченности им удалось перехитрить орла Но семейство обеспокоено Они проводят осторожную разведку Надо убедиться, что угроза миновала Утвердительное хрюканье Часового подтверждает Все чисто Группа поддерживает постоянное общение Такая всеобщая бдительность спасает им жизнь Угрозы с неба бывают разными Включая несколько видов сов, конюков И более мелких птиц, таких как коршуны Территория сурикатов простирается по всей пустыне Это позволяет им регулярно менять место охоты Мать знает, где найти самые лакомые кусочки Быть у руля непросто Но в этом есть и свои плюсы Ее сестра поймала крупного грызуна И альфа-самка тут же присваивает его себе Она кормит детенышей И ей нужно много пищи Забрав добычу сестры, она получает питательный обед И не тратит сил на охоту Она также подтверждает свое главенство в стае Самки обычно держат главенство два с половиной года И эта самка в самом расцвете Для остальных выбор прост Если хочешь оставаться в семье, следуй ее приказам Но, как и все местные животные Сурикаты находятся во власти пустыни Несколько взрослых и подросших детенышей Исследуют тушу большеухой лисицы Но малыши и близко к ней не подойдут Туша полна личинок Она явно давно тут лежит Ужасающее зрелище, отражающее суровую действительность В Калахаре не так-то просто выжить Страшная находка вскоре забыта И семья вновь принимается за любимое дело Поиск пищи Один из малышей получает от тети крупную личинку И с трудом сдерживает радость Столь питательное лакомство отвлекает его И мать может насладиться своим любимым деликатесом Сочным скорпионом Не самая легкая добыча Здесь нужны особые навыки Съедая сначала жало, она защищает себя от яда А также избегает клешней После перекуса мать ведет семейство К одной из своих баз Тень очень важна, чтобы избежать перегрева На безжалостном солнце Африки Всем нужно немного покоя Но одному подростку похоже плохо Его сестра находится рядом Мать тоже подходит Но подросток приходит в себя Когда его окружает группа родственников У их соседей нет времени на передышку Африканские суслики спустились с деревьев Чтобы выцарапывать себе пропитание Из пустынной почвы Но суслики в основном травоядны И им нечего делить с сурикатами Поэтому они могут проживать На одной территории В отличие от сурикатов Самцы и самки сусликов живут раздельно И споры о первенстве Обычно решаются молниеносно Суслики питаются разнообразными растениями Семенами и корнями Чтобы добыть достаточно пищи Они проводят в поисках целые дни В это время года Появляется их любимое лакомство Молодые листочки И сочные цветы якорца наземного Эти цветы Редчайший деликатес Суслики способны выносить Высокие температуры и жаркое солнце У них есть гениальное решение Проблемы перегрева Они просто поднимают зонтики Это позволяет им искать пищу Даже в самое жаркое время дня Когда сурикаты Уходят на вынужденный отдых Дневные температуры падают И сурикаты отправляются в путь У них высокий метаболизм И неутолимый аппетит Мама ведет стаю На очередную охоту В ее растущей семье Много голодных ртов И им нельзя терять времени И снова она забирает еду У одного из членов стаи Но она не поделится Ею с детенышем Пусть это кажется и жестоким Но ей нужна пища Чтобы накормить молоком Всех малышей Эта мама просто следует инстинкту Желая сохранить жизнь Всех потомков Этому крохе Который сам еще не умеет Добывать еду Возможно больше повезет Возле старшего брата В этот раз с ним поделились Но такое щедрое отношение Ненадолго Скоро малышей просто так Кормить не будут Им придется самим искать пищу А это тяжелый труд Что и показывает их старший брат Он учуял под землей что-то очень вкусное Но до лакомства Иногда весьма трудно добраться Но он его находит Это жирная личинка Для многоножек Как и для большинства насекомых Дождь это сигнал к тому Что пора искать пару Этот малыш не знает Как поступить Он не понимает Как подступиться К такой пугающей добыче Почувствовав угрозу Многоножка выделяет Дурно пахнущий секрет Который отбивает У детеныша аппетит Но при сильном голоде Сурикаты едят Некоторые виды многоножек Несмотря на то Что это второсортный ужин Один из более старших И отважных детенышей Пробует чешуйчатое существо На вкус Но для крох Эти ползучие существа Настоящий кошмар В меню есть И более вкусные варианты Этот детеныш Нашел свою любимую еду Он ухватился за хвост Существа Похожего на большого червя Но на деле Это безногая рептилия Или змеевидная ящерица Но он не может достать Остальную часть Ее тела Однако опыт Подсказывает ему Что надо сменить Направление нападения Крупная добыча Его младший брат Тоже нашел Змеевидную ящерицу Но Ему сложно Ее съесть Она слишком велика Для маленького суриката К вечеру суслики съедают Достаточно пищи И могут насладиться Любимым занятием Грумингом Это укрепляет связи В группе И так расслабляет Пока суслики Замедляются Молодые сурикаты Наоборот Ускоряются Они отыскали Песчаную яму Идеальное место Для игровых боев У подростков Осталась нерастраченная энергия А вот Остальная семья Проводит последние Дневные часы В поисках еды Этот малыш не понимает Что съедобно А что нет Хвост его отца Очень похож Муравьи Муравьи Более вкусный перекус Но неопытному ловцу Не просто их поймать Ведь муравьи кусаются Некоторые уроки жизни Довольно болезненно Муравьи Не единственные кусачие Существа Которых опасаются Сурикаты Тут водится Много хищников Например Капская кобра Детеныш Суриката Идеальный обед Для этого Хладнокровного убийцы Но на стороне Сурикатов Не только их численность Сурикаты Обладают Удивительным иммунитетом К змеиному яду И могут выжить После укуса Способного убить Взрослого человека Во время поисков пищи Сурикаты часто залезают В поваленные деревья Где нередко Прячутся змеи Их тропы Часто пересекаются По пути домой Отец замечает Что-то в песке Недавно сброшенная Змеиная кожа Он осторожно Ее осматривает Для него Она несет Запах опасности Но стая Вместе берется за дело Сурикаты Сурикаты любопытны И в то же время Они осознают опасность Их способности А также их ум И сплоченность Помогают им Успешно Обороняться От хищников Сурикаты Даже нападают На змей Считается Что именно поэтому Змеи не селятся В норах Сурикатов Мать наблюдает Как старшие отпрыски Разрывают Змеиную кожу Наконец Один из малышей Набирается храбрости Подойти ближе Важный урок Понимание того Что змеи опасны И относиться К ним надо Настороженно Может однажды Спасти Сурикату Жизнь После опасностей Дня Семья Наконец Удаляется В свои Надежные Норы Для младших Детенышей Первая вылазка На поверхность Оказалась Интересным Но Непростым Испытанием Не просто Научиться Быть Настоящим Сурикатом Они Так устали Что Едва Стоят На лапах Выдающийся день Для всего семейства Полный уроков И налаживания связей Мама Отлично Справилась Ее растущая Семья Накормлена И вернулась Домой После целого Дня В суровой Пустыне Калахари Под предводительством Решительной Альфа-самки Эта группа Сурикатов Выживает Несмотря на Все сложности Их непростая Жизнь Проходит Под палящим Солнцем И при постоянной Угрозе Нападения Хищников Сурикаты Малы И уязвимы Но Также И упорны Вместе Они Сила С которой Надо Считаться Сплоченность Этой Растущей Семьи Помогает Им Не только Выживать Но и Процветать Группа Настоящих Героев Пустыни Калахари Семьи 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 Семьи